Привет-привет! С вами Валера Каплан. Существует большое разнообразие сложных, красивых и теватых каделей. После увиденного так и хочется сделать что-то похожее. Я вдохновилась, и сегодня мы сделаем копию каделей буквой П или буквой Р. Мы с вами ранее уже писали кадель буквой Е, но сегодня мы немного усложним задачу. При этом сохраним пропорции каделей и будем работать над раскрепощением руки. Работать с длинными штрихами, с пластикой, с округлыми элементами и с декором. Также поработаем над ритмом и сделаем небольшую разминку. Ну что, вперед! Для работы нам понадобится бумага для печати. Бумага цветная или белая, больше плотности для чистого варианта. Линейка карандаш для разметки. Тушь черная или чернила, или жидкая акварель. Тут уже как ваша душа пожелает и то, чем вы привыкли работать. Инструменты. Я буду писать кадель ручкой. Пилот пролильпен 3,8 мм. Лучше брать инструменты с постоянной подачи чернил. Потому что кадель большая, штрихи длинные и пером будет тяжело писать. Удобно будет писать пером, если уменьшить размеры кадели, но оставить и сохранить пропорции. У меня есть примеры кадели, выполненные разными инструментами. Маркером Зик Куритаки. В предыдущих видео я про него рассказывала. Ручкой пилот пролильпен. И плоской синтетической кистью. Такой hard level, но можно потренироваться с золотыми красками, поэкспериментировать. Если хотите, я сделаю видео на металлические краски и туши для каллиграфии. Поэтому оставляйте свои комментарии. Для начала мы сделаем разминку. Штрихи, которые мы будем писать, будут длинные. Поэтому вначале я предлагаю потренироваться проводить длинные вертикальные штрихи карандашом. Также штрихи с наклоном. И потренируемся проводить пластичные штрихи, как в кадели. Мы взяли формат бумаги А4. Расположили его горизонтально. И ведем штрихи сверху вниз. Следующий штрих проводим. Стараясь сохранить расстояние. Одинаковым. И так далее, сохраняя ритм. Стараемся держать вертикаль. И прямой штрих. Для чего мы делаем такую разминку? Во-первых, чтобы рука разогрелась. Чтобы она привыкла к движениям. Не ленитесь, делайте разминку. Это по времени много не занимает. Где-то 2-3 минуты. На руке будет легче проводить штрихи пером, ручкой или маркером. Смотря, чем вы пишете. Наклонные. Здесь стараться сохранять ритм. Линию ровной. Округлые штрихи. Можете смотреть на картинку Кадели. И карандашом повторять элементы. Пластику штрихов. Чем больше мы практикуемся, тем лучше результат. Так во всем и в каллиграфии тоже. Поэтому важно делать разминки и практиковаться. Будет здорово, если вы пропишете длинные вертикальные штрихи с наклоном с пластикой. Инструментом. Мы с вами потренировались. Сделали такую небольшую разминку. Надеюсь, что вы тоже. И теперь можем смело приступать к написанию нашей Кадели. Свою Кадель я буду делать на цветном фоне. Ручкой. И она заправлена, как вы видели, таким коралловым цветом. И еще, чтобы сделать градиент, возьму жидкую акварель. Для начала мы сделаем разметку. Расчертим все элементы. Замеряем высоту. Закомпонуем. А после уже приступим к написанию штрихов. Лист я располагаю вертикально. Начинать будем с середины. С нашей, так сказать, точки опоры для Кадели. Ширина Кадели 12 сантиметров. Высота 19. Снизу мы оставим чуть больше места. Начертим такой прямоугольник, в который впишем нашу Кадель. Ну, это все, опять же, немножко так условно. Мы можем где-то чуть-чуть выйти из-за предела. Или наоборот, не доходить до краев нашего прямоугольника. Но все равно стараться как бы расположить по центру нашу букву. Сверху делаем отступ 4,5 сантиметра. Наша середина, она высотой 8,5 сантиметров. Ширина 2 сантиметра. Отложили 8,5 сантиметра. Отступили 4 сантиметра от края. 2,5 сантиметра. И сделали наш столбик. Штрихи идут с разной высотой. Они вырастают или наоборот уменьшаются. Поэтому мы здесь делаем срез. Книзу штрих будет заужаться. А затем будут уже такие эти штрихи с пластикой. Мы наметили нашу среднюю часть. Сейчас мы наметим карандашом вертикальные штрихи. Их количество. Их 5 штук. Опять же, это можно сделать немножко так условно. Но вам будет легче затем писать. Кадель. И внизу нижние штрихи. Затем здесь горизонтальные, которые как бы связывают пучок из штрихов. Также учитывайте приблизительно расстояние ваших штрихов, ширину, которую дает инструмент. Дальше выстраиваем штрихи с пластикой. Намечаем количество штрихов. Здесь важно пластика этого элемента, этой группы элементов, чтобы она напоминала нашу букву П. Немного так выступала. Такая, как по форме она напоминает грушу. Так, я наметила свой кадель. И теперь приступим к написанию кадель. Будем ее обводить. Когда будете писать, важно следить за пластикой, за окончанием элементов. Есть штрихи, которые заужаются. Ширина она не постоянная, не одинаковая, но равномерно заужается. Заужается к основанию. Ставим под 45 градусов перо. Инструмент. И ведем вертикальный штрих. У нас еще есть наличие кадели ромбовидных засечек. Напоминаю, что форма имеет ромба. Что все точки, они находятся на одной вертикали, горизонтали. Ромбовидные засечения. Продолжение следует... 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 Так, сейчас я буду писать ретрихи с округлой пластикой полуовала. Сейчас длинные штрихи идут. Длинные штрихи идут. Можно отработать отдельно. Так, например, вот здесь косички. Также и полуовала. Длинные штрихи идут. Длинные штрихи идут. На основании штриху сделаю небольшое скругление. Такие засечки уголочком ручки. Длинные штрихи идут. Кодель может быть отличным дополнением и украшением вашей работы. А может быть как самостоятельная работа. Создавайте цветные интересные решения, экспериментируйте с инструментами и цветовым решением. Оставляйте комментарии и пожелания. Ставим лайк, жмем колокольчик и до встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok